здравствуйте дорогие мои друзья приветствую вас на канале оксана гудвина винтажной бижутерии и сегодня я хочу показать вам свои новые покупки винтажных украшений различных винтажных красивых вещиц и начать свой сегодняшний показ хочу вот с такой великолепные шкатулки просто замечательная вещица когда увидела просто потянулась рука вот этом когда начала рассматривать шкатулка сразу хочу сказать было не в таком виде как я вам показываю конечно любители винтажных украшений различных штучек шкатулочек прекрасно знаю что очень редко винтажные вещи попадают в руки в хорошем состоянии как правило они требуют ухода они требуют чистки очистки и в общем то это шкатулка тоже потребовала немало времени к тому чтобы ее привести в порядок но в общем рука тянется я не знаю почему но именно вот люблю я винтажные вещицы даже не знаю вообще что это и не предполагая даже насколько они могут быть великолепны после того как поднять над ними поработаешь с любовью конечно почистишь их вот такой великолепный сюжет видите парочка в таком стиле как бы может быть итальянском я не знаю пьют вино за столиком на террасе такой одежде и очень такой интересный пейзаж на фоне да они сидят на фоне очень такого красивых пейзажей все это очень тонко проработана видите каемка всей этой картины всего этого великолепия тоже очень интересное столик такой характерный до для того времени я думаю что это двадцатые годы шкатулочка вот так боковые части выглядят видите ножки в виде таких крупных листьев и все это очень 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 в таком стиле барокко по моему стиль если ошибаюсь поправьте пожалуйста вот так обратная сторона выглядит конечно она тяжелая на самом деле шкатулочка тяжелая вот внутри у нее вот такой красный бархат но уже конечно со временем он потерял свой думаю шикарный красный вид хотя думаю что и даже на сегодняшний день это выглядит очень так эффектно да такая вот ну по поводу серебряная не серебряная не могу сказать не проверяла но потому что она очень тяжелая что-то такое благородное в ней есть и хочется конечно в это верить этот шикарная внутренняя часть именно этот красный бархат тоже на что-то такое шикарное мысли какие-то навеивает такая великолепная шкатулочка следующее что хочу показать вам это колье 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 думаю что бы более современного возраста но привлекло мое внимание это колье именно вот своим центральным вот этим камошоном видите но это пластик это не камень с такими прожилками очень так характерно выглядит вот это колье в этническом стиле стиле бога до великолепно выглядит именно крупные вот эти детали и действительно в деле выглядит достаточно современно хотя я думаю оно относится к семидесятом годам восьмидесятом тоже этот стиль был очень актуален в тот период и довольно таки детали все тяжелые эти есть следы износа на этих монетках но современное вполне носительное украшение такая застежка выглядит интересно и по шейке по горловине лежит очень аккуратно так что планирую надевать я это колье обратная сторона выглядит но колье тоже было в очень таком нехорошем состоянии то есть потемнение были и сам кабошон был вот этот какой-то заляпанный не знаю как можно так относиться и так обращаться с украшениями которые ведь это уже здесь стиле вот эти вот жгуты перекрученные на самом деле украшение очень такое характерное очень такое стильное показалось мне довольно таки интересным и носибельным следующее что хочу показать вам это тоже колье колье в виде сердца вот это вполне так часто встречающаяся тема сердечное сердце в колье в украшениях довольно таки такая часто встречающаяся тема она довольно таки тяжелая объемная я подумала что как-то возможно вот это откручивается или что-то как-то это заменяется потому что видите вот эта вот деталь она как-то по всему кругу имеет срез на общем открутить не удалось не получилось возможно я что-то неправильно делала не знаю но в общем как то так и это все такой старой цепочки маркировки не обнаружила как я уже говорю что часто бывает в момент просмотра какие-то новые детали ты и всплывают до в момент просмотра видео меня так было с брошями от эван в стиле бюстгальтера брошь и я не могла понять какой марки компании это брошь не подписчица написала что прямо на лицевой стороне и броши написано крупно эван а я вот не рассмотрела не увидела вот такой колье довольно таки толстая цепочка но подобные стиль цепей он довольно-то характере на для пятидесятых годов и само украшение тоже так выглядит мои дорогие друзья следующее что хочу вам показать это серьги серьги когда я увидела я подумала что они как-то вот похоже на змею что то вот такое змеиное в этом мне показалось минут этот вот кабошон из жемчуга не знаю почему такая ассоциация у меня возникла на самом деле серьги эти относятся тоже к пятидесятым годам сочетание видите искусственное конечно это жемчужина кабошон жемчужный из эмаль черная эмаль золото и такая вот форма ну кстати вот форма полукруга круга в украшении все сережках довольно таки часто встречается и она не выходит из моды она не выходит из трендов и на сегодняшний день вот эти вот серьги тоже достаточно современно выглядят даже тот момент что вот эти вот жемчужные кабошоны слегка приобрели какой-то желтоватый оттенок либо это от цвет от желтого металла но тем не менее вот что-то такое интересное в этих сережках есть так обратная сторона выглядят тоже самое серьги не маркированные и вот так выглядят следующее что хочу вам показать это брошь брошь в виде вот такой бабочки но тема бабочек в украшениях она тоже очень такая популярные часто встречающиеся скажу честно я сейчас вот когда уже после того как купила приехала домой я не поняла почему именно мой взгляд и мое внимание упало вот на эту брошь я сейчас вспоминаю думаю там были более интересные какие-то украшения но почему-то я именно выбрала и купила вот брошь не знаю почему она не крупная центральный кристалл очень сверкает видите хорошая огранка внутренние у этого кристалла но это пожалуй отличает украшение винтажные современных украшений и вот крылья похожи на филигрань на самом деле нет это просто имитация обратная сторона так выглядит такая крупная застежка я не думаю что это украшение очень винтажное какое-то рука потянулась значит мне захотелось значит что то в этой броши есть такое интересное такие выпуклые как бы крылья у этой брошечки и на самом деле уж мне очень очень нравится и бабочек у меня в коллекции тоже довольно таки много и шедевром сегодняшнего показа мои дорогие друзья хочу вам показать коллекцию которую я ненароком случайно приобрела и это коллекция на настольных принадлежностей да да не не удивляйтесь именно так и есть это принадлежности для письменного стола винтажные вот в комплект входит вот такой вот великолепный башмачок до ковбойский ковбойский сапог это карандашница в этом сапоге хранить нужно карандашики а вот эти вещицы не что иное как точилки сапог вот такие великолепные точилки кстати вся вот эта вот коллекция досталась мне тоже как совершенно случайно в одном мешке находились вот эти вот украшения и вот это вот шкатулочка естественное внимание обратил в первую очередь на шкатулку потом уже в довесок думаю ну ладно что там есть я даже не поняла что на самом деле но какие-то детали я подумал что это какие-то детали оказалось вполне интересные вещицы давайте вам сейчас их покажу это точилки точилки для карандашей которые хранить нужно вот в этом башмачке и все детальки рабочие представляете как это все вот мелко как это все будет интересно выполнено туда же такая швейная машина у которой все работает двигается вот это вот колесико и иголочка тут видите двигается очень интересно очень 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 интересненько все это тоже точилка и вот эта прялка тоже очень мелкие все детальки все вот это вот работает все крутится все работает все крутится тоже довольно таки интересная вещица мои дорогие друзья на этом все сегодняшнее видео я заканчиваю напишите пожалуйста что вы думаете о сегодняшних моих покупках о сегодняшнем показе какие украшения вам понравилось понравились ли вам сегодняшние украшения что вам запомнилось что привлекло ваше внимание я буду вам очень благодарна за ваши отзывы и комментарии на этом все мои дорогие надеюсь что вы с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана всем всего хорошего пока пока